Устранять свои баги? Он за ним не спозор. А он не выиграет, вот он будет. Слушай, ну чуть-чуть на своём горьку мог? Пожалуйста, я его ушать не буду. Вот он. Всем привет, с вами я Дэн, в эфире рубрика Кретинизм, программа, в которой я без лишней корости, по вашему же собственному желанию, обсуждаю то, что вы снимаете, то, что вы делаете. Мы все вместе пытаемся какое-то общее резюме, непредвзятое мнение свою высказку по поводу ваших работ творений на Ютьюбе. Итак, сегодня в мой паблик ВКонтакте специально создан для этого обсуждения видео прислал некий Иван Русской, который просто заполонил обсуждение своими сообщениями. Ваня, ты сейчас нас смотришь, пожалуйста, не делай таких вещей, но потому что некрасиво по отношению к другим участникам рубрики. Ты просто, ну, зафлудил с собой буквально всё. Один пост, друзья, вам тоже на будущее прямо тычу вам в лицо. Конечно, за настойчивость мы посмотрим, Ваня, твое видео, но не более того, это было первый и последний раз. Видео называется «Мучаю маленьких роботов». Давайте посмотрим, вообще в рамках закона ли эти мучения. Внимание на экран. Прям в экран родил. Гаю-хай, с вами Вангай, и добро позвонить в PlayStation Playroom. Так, хватит, задолбал меня, не летай со мной. У меня, конечно, никогда PlayStation не был, но я представляю, что это такое. Это когда вы, знаете, сидите, у вас комната пустая, и вдруг ни с того ни с сего на экране при помощи веб-камеры начинают прыгать какие-то летающие объекты, начинают вот эти же самые роботы плодиться, и можно развлекаться детям. Иди отсюда! Не подходи ко мне! Пошёл отсюда! Пошёл отсюда! Уходи! Отошёл! Нет, нет, пожалуйста, берёте! Он мне засыпал какую-то кучу какашек в джойстик. О, маленький робот! Иди сюда! О, иди сюда, маленький! Маленький, иди сюда! Нет, не бойся, не бойся, подходи! На-на-на! Насколько я понимаю, здесь записано дурачество этого парня, назовём его Ваня, его, собственно, так и зовут, на камеру, используя игру в PlayStation. И, наверное, так делает каждый, у кого есть эта игра, и, в принципе, выглядит он так же, таким же образом. Ну, весело же, на тебя там уточки прыгают какие-то, роботы тебя пытаются атаковать. Но, в принципе, это весело, когда ты играешь один, и никуда это не выкладываешь. Потому что каждый из вас, имея PlayStation и вот эту игру, и камеру, и что-то там ещё нужно для того, чтобы в неё играть, он также себя будет вести, также играть с этими роботами, также с ними разговаривать. Ну, я не вижу особого смысла этого выкладывать в интернет. Алло! Алло, вы здесь? Я их слышу! Они здесь, слушайте! Ты весёлый, энергичный парень. Тебе видно, что придёт прямо-таки энергия. И, в принципе, здесь всё соблюдено по законам, так сказать, ютубовского жанра, который зародился недавно. Сочная картинка, сочные цвета, динамический монтаж. Это когда происходит куча событий, всё очень быстро, картинка быстро меняется. Мы, вроде, даже не понимаем, что происходит, нам это интересно говорить, потому что это быстро. Вот примерно так. Куда вы смотрите? Мои глаза выше! Вот они, мои глаза, доктор! Я не хотел вас обидеть, доктор! Ну, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео, если... Да, ну, конечно, конечно, своего зрителя этот ролик найдёт, я думаю. Хоть какие-то просмотры. Ну, да. Вот другой вопрос, каких именно зрителей. Какой целевой аудитории, какого умственного склада и так далее мы добьёмся, если будем выкладывать подобные видео. Ну, давай просто проанализируем хотя бы комментарии, чтобы хоть какой-то можно было финальный вердикт преподнести тебе, Иван. Армия исправит это недоразумение человечества. С Камазом каким-то на аватарке. Это какой плейстейшкан? Какой это плейстейшк... Кашикан? Что за музыка? Кто скажет подписка на канал и пролайкает все видосы? Только попробуй не сделать этого. Это он табак понюхал? Или это монтаж? А вот очень добрый комментарий без какой-либо отсылки. Всем привет! Меня зовут Игорь, мне 16 годиков. Снимаю много интересных и опасных влогов. Да с каждым видео просиживаю по 6 часов в монтаже. Напиши это к трем видео, хлопни пять раз и загляни под подушку. Я в шоке. Это же... Маечка для сна. Какие-то... Правда? Робт. Создал такую огромную армию, которая говорит на новом языке. На новосознанном, возможно, созданном именно тобой языке. Ну, назовем его Ивангайский язык. Больше мне нечего сказать. Конечно, да, найдешь своих зрителей. Но, возможно, что-то такое вот дельное. Конечно, такие веселья я тоже люблю. Я люблю покривляться, люблю попрыгать, особенно на своих стримах, которые вы, наверное, смотрите с удовольствием. Но не всегда же так. С одной стороны. С другой стороны, никто тебе не запрещает это делать. Детство, оно всегда в тебе. Ну, давай еще какое-нибудь видео твоё обсудим, потому что... Всем привет, с вами Айден, вы смотрите рубрику Кретинизм, мы продолжаем. Следующий ролик прислал нам канал Топснэк Хоум. Топснэк Хоум. Если так всегда называется твой канал, то это нехорошо, потому что невыговариваемо, когда ты будешь брать у кого-то интервью или просто кто-то спросит, как у тебя канал называется, как тебе найти на ютубе, ты будешь говорить Топснэк Хоум. Это не запомнится никогда в жизни человеку, который впервые услышал эту аббревиатуру. Всем привет, я Топснэк. И сегодня я вам покажу три лайфхака со штативом. Опа-на, три лайфхака со штативом. Я даже знаю, что мы сейчас принесём в качестве реквизита. Внимание. О, прости, конечно, что немного кастрирован с этой частью, но я думаю, вполне себе можно повторять какие-то лайфхаки, которые ты будешь показывать. Ой, господи, а резиночка-то зачем там на ручке штатива? Ну, возможно, сейчас мы об этом узнаем. Первый лайфхак вам понадобится для того, чтобы каким-то образом акцентировать внимание на объекте. И для этого есть два способа. Итак, первый. Вам нужно выполнить всего... Первый способ. Двигаем штатив ближе к человеку так, чтобы взять его крупный план, и вуаля, вы акцентировали на нем внимание. Не? Это подвести штатив на одной ножке опоры к объекту, а второе, поворачивать ручку штатива. И выглядит это примерно так. Как-то неслаженно тут в примере показано. Я также с рук снял бы, на самом деле, даже чуть-чуть плавнее бы. Но тут дело штатива. В принципе, техника, она весьма известная. Именно вот это. Тут ничего нового, потому что я у кого-то даже видел, то ли у Майка, то ли у Беннета в свои годы. Года там два назад, когда я тоже таким дешманским штативом пользовался. Мне было прямо... Я хотел получить максимальное из него, выжать все, что только можно. И вот тоже такие приемы я учил. Второй способ намного легче. Вам нужно всего лишь задвинуть одну, а именно заднюю ножку штатива. Задвинуть ее полностью. После чего поставить штатив на две оставшихся ножки. Стоит. И просто подвигать штатив к предмету и двигать ручку в такт. Вот способ проще и получается лучше, скажем. Реально. Итак, скорее всего вы увидели, что на ручке штатива есть желтая резинка. Да, мы это заметили. Я еще даже сделал на этом акцент. Конечно, что же она дает? Зачем она нужна? Я просто подумал, что у него ручка отваливается, а штативы. Он ее каким-то образом резинкой привязал, нет? И именно она понадобится нам для следующего лайфхака. Итак, скорее всего вам когда-нибудь придется снимать какие-нибудь красивые переходы или же делать панорамную съемку. Но если у вас штатив не самый дорогой, например, как у меня, то ручка будет двигаться не очень плавно, когда вы ее двигаете руками. Ну знаешь, не очень плавно, вот я знаком с этим прекрасно. Мне это, мягко говоря, сказано. Там будет все, как будто вы на УАЗике едете и в это время снимаете одним мизинцем там. Мы просто натягиваем резинку от ручки штатива и от натяжения резинки головка штатива двигается плавнее. Кстати, реально плавно двигается. Вот за этот способ тебе реальный респект, потому что я не знал об этом. Возможно, это не твоя разработка, опять же, но все равно это очень прикольно, что ты все это скомпоновал. Смотрел бы я этот ролик год назад, я бы обязательно воспользовался этой резинкой, я вам отвечаю. Возможно, многие из вас, ребята, кто снимает с таким штативом и замечает некий такой дисбаланс, когда вы проводите панорамную съемку, то резинка здесь в этом случае, ну как видите, действительно помогает, она спасает ситуацию все просто. Итак, третий и последний лайфхак. Если вам понадобится селфи-палка, но покупать вы ее не считаете нужным, например, как я, а она вам понадобится всего для одной сцены или для одного видео, то можно легко сделать селфи-палку из штатива. Вот, селфи-палка из штатива, я даже вместо тебя объясню. Это, короче, очень просто, сейчас покажу. Или есть какой-то другой, более гуманный способ, давайте посмотрим. Селфи-палка или же монопод. Лицо оператора, конечно, в этот момент просто потрясное, оно полно счастья, радости, великолепных моментов, чувствуется, что ему нравится быть оператором. В общем, друзья, у меня на этом все. Вы можете поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, а также написать какую-нибудь... Ну, короче говоря, третий способ бесполезный. Я не вижу смысла вот на огромном штативе с вытянутой рукой сделать еще какие-то снимки. Ну, потому что это, мне кажется, дико. Но очень приятно, что в твоем столь юном возрасте ты задумываешься о блогерах начинающих, а даешь им какие-то советы, лайфхаки по съемке, это огромный респект. Это вымирающий вид блоги, блогеров, между прочим. Потому что сейчас все в основном другие вещи-то снимают. Вот за это тебе огромный лайк, подписывайтесь на его канал, если у него есть там что-то еще подобное. Потому что вот многим спрашивают, а как снимать, а как там штативом какие-то трюки можно выполнять, как делать это дешево. Пожалуйста, вот, существуют такие ребята, подписывайтесь на них с удовольствием. В принципе, я рад, что и над звуком ты заморочился, тут видно, что через наушник говоришь, но звук хороший, синхронизирован. То есть, ну, для такой ламповой серии обучалок, для блогеров, все доступно, все понятно, все нормально, даже, ну, придраться, наверное, не к чему. Многие говорят, что она похожа на чистилку для унитазов, но это не так. Краткая история от Сергея Казакова. И вот название, знаете, такое... Такое непонятное, потому что краткая история. Если бы не было превьюшки у видео, ну, ее не может не быть, я бы подумал, что какая-то краткая история о вашей жизни рассказывается, или краткая история России. Нет какой-то конкретики, но я вижу, что ты стоишь на фоне Нижнего Новгорода, а именно на фоне Чкаловской лестницы, и поэтому, вероятнее всего, ты будешь рассказывать краткую историю Нижнего Новгорода. Так сделай название соответствующее. Тут вообще проблема пока что, пока мы не начали смотреть видео, только в названии, потому что человек, например, который захочет изучить историю Нижнего очень быстро, он наберет в поисковике историю Нижнего Новгорода, и там, возможно, попалось бы твое видео в первой строке, между прочим. Но ты не сделал релевантного поиска, то есть названий нет Нижнего Новгорода вообще. А, соответственно, если я все правильно понимаю, и тут действительно будет история города за 50 секунд, за каких-то прямо в кратчайшие сроки, меньше минуты, то просмотров будет немерено, ну, потому что многие делают, там, школьники, не школьники, студенты, рефераты про разные города России, кому-то Нижний Новгород достается, кто-то просто едет в город, хочет быстро узнать об этом городе, кто-то хочет сделать вид, что было здесь когда-то, и ему нужно всего лишь 50 секунд для того, чтобы просветиться. Много есть возможностей, чтобы найти это видео, но нет названия, вот в чем проблема, понимаешь? Всем привет, меня зовут Казаков Сергей, я живу в городе Нижний Новгород, и в этом видео я бы хотел рассказать вам об одном из самых красивых мест в нашем городе. Это Чикаловская лестница. Все-таки идет история Чикаловской лестницы, ну, да, история конкретного объекта, между прочим, это тем более, это еще более локальная вещь, так что и краткая история называть это видео совсем не резонно, я думаю, ты уже понял. Названа в честь легендарного летчика-испадателя Валерия Чикалова. Логично. Эта лестница состоит из 560 ступенек, строилась она во времена... 560 ступенек, оказывается. Я сколько раз, каждый раз, когда я бываю на этой лестнице, я пытаюсь сочетать количество чертовых ступенек, но всегда путаюсь на моменте, когда она начинает расслаиваться, как восьмерка, потому что ты не понимаешь, в какую сторону тебе бежать, а вдруг на той стороне лестниц больше или меньше, начинаешь что-то складывать, математически какие-то штуки приводить, и в итоге не получается сочетать количество лестниц. Видно, что у тебя дрожит голос, очень переживаешь, из-за этого у зрителей складывается какое-то ощущение недоверия к тебе, то есть такое впечатление, что ты просто встал на фоне Чикаловской лестницы, заучил информацию из Википедии, причем первые строки, видимо, 50 секунд именно они вмещают в себя, и стоишь, и так вот трясешься, и боишься, как будто это прямой эфир. Нет! Там же сзади нет человека, который угрожающий, с ножом стоит и говорит, я сейчас зарежу, если ты не запишешь с первого дубля, сейчас взорву эту лестницу нафиг, и всех вообще обитателей. И ощущение, что реально боишься чего-то, а чего бояться? Около тебя штатив, камера, и ты, все, больше нет никаких действий. ...битвы. Начинается лестница с Нижней Волжской набережной, на которой мы сейчас находимся, у катера Герой, который тоже участвовал... О, подсъемочки это хорошо, но... ...послово. ...послово, потом подсъемка заканчивается, да, наканчивается. ...и в конце был... Я-то, как нижегородец, понимаю прекрасно, что, чтобы, стоя на Нижней Волжской набережной около Лучковской лестницы увидеть катер Героя, нужно просто развернуться на 180 или 360 градусов, как то, как стоит, и увидеть этот катер. Но человек-то, который в Нижнем не бывал никогда, он уже не понимает, он думает, блин, катер какой-то там, может быть, вообще, он где-то припаркован... Припаркован, катера не паркуется. Ну, около реки, на пристани стоит и так далее, и тому подобное. А нет, нет, надо показать, хотя бы провел бы Дэти Чкаловской лестницы панорамку. Пришвартован здесь пожизненно, как символ. Лестница заканчивается в виде цифры 8, и наверху, видно, стоит памятник Валерию Чкалову. Все, спасибо. Респект однозначно за постановку кадра, все красиво. Стоит ведущий, сзади лестница, о которой все рассказывается. Была подсъемочка, ну, более-менее так нормально, но, опять же, это не уверенность, это не очень хорошая подача информации. Я не загорелся желанием посетить эту лестницу, например, если бы я был бы не нижегородцем. То есть, как-то, как-то же, даже воды много, то есть, 50 секунд, то, что ты рассказал, это можно было в 10 уместить. Поэтому, уверенности себе, пожалуйста, и название конкретизируйте, друзья, все, ко всем сейчас обращаюсь абсолютно поголовно, потому что люди-то все-таки как-то должны ваши видео находить, правильно? Не только же друзьям показывайте их. Ну, если, конечно, была такая цель, показать только друзьям или кому-то там скинуть, то, конечно, конечно, это можно так делать. Поэтому, Сергей, удачи тебе в твоих начинаниях, исправляя ошибки, будь увереннее, не бойся ты этой камеры, это обычная штука пластиковая. Кто она такая вообще, чтобы ее бояться, я не понимаю. Продолжай дальше просвещать нижегородцев, и не только нижегородцев, всяких других людей, которые будут посещать наш чудесный город. И удачи тебе в твоих начинаниях, я верю, что все получится. Давай. Пришло время подвести итоги. Посмотрели сегодня три видео. Первое от Вани Русского, второе от Топснека и третье от Сергея. Что хочется сказать, какое из них больше всего понравилось мне? Ну, наверное, качество подачи по содержанию. Мне больше всего понравился ролик «Три лайфхака со штативом». Вы что хотите, то делаете, но он получает подписку. Чего оценку-то отключил? Я бы еще и лайк поставил. Ну, надеюсь, что я буду видеть какие-то другие тоже интересные ролики, возможно, познавательные, возможно, смешные. В общем, что-то от тебя я все равно жду. И твоему оператору привет передай, пусть он улыбается почаще. Друзья, друзья мои дорогие, я вас очень сильно люблю, очень сильно вас храню, очень сильно вас люблю, когда вы размножаете. Поэтому размножайте, пожалуйста, чтобы побольше подписчиков было. Для этого нужно нажать на кнопку «Подписаться». Также не забывайте подписываться на мой Перископ. Я часто там стримаю. И вообще, заходите на стрим Айдена на Ютубе на моем канале. Это все просто... Просто, короче, вся фигня в подписке на мой канал. Подписывайтесь. Всех добавляю в друзья, в паблике ВКонтакте смешно. Не могу смеяться уже. И я вас поздравляю с праздниками. С прошедшими, с будущими. Запускаю вас ракету-елку. Пока. Полетели, полетели! Субтитры подогнал «Симон»!